Здравствуйте, дорогие любители иностранных языков и иностранных книг! Вас снова приветствует группа компании «Яс» и методист Ольга Чекчурина. Сегодня мы поговорим с вами о том, как обучать английскому языку тех, кто готовится работать в сфере сельского хозяйства и выходить на международный уровень. Вы можете заинтересоваться, как, зачем и кому это нужно, но мы совершенно убеждены, что закрытого образования в рамках одной страны просто невозможно достичь, и поэтому рано или поздно человек, как минимум, захочет прочитать книги не только по-русски, но и на других иностранных языках. Но поскольку пока все-таки английский является самым распространенным языком международного общения, то вот мы и будем говорить об учебнике английского языка для тех, кто работает в сфере сельского хозяйства и в смежных областях. У меня в руках вот такой учебник, который называется Every Culture, и относится он к серии Career Puffs издательства Express Publishing. Многие из нас знают, что издательство Express Publishing признанный специалист в области создания пособий для тех, кто изучает не просто профессионально ориентированный английский язык, а для тех, кто, приступая к такому важному и ответственному делу, к сожалению, не знает английский язык на достаточно высоком уровне. Пока не возникла серия Career Puffs, у нас было очень мало выбора в работе с такого рода студентами. И говоря студенты, я имею в виду и студентов вузов, и студентов колледжей, и достаточно взрослых, зрелых людей, которые жили-жили себе спокойно, работая в какой-то определенной области, и вдруг для них возникла очень приятная, как мы думаем, ситуация, когда вдруг им понадобился английский язык, о существовании которого они давно уже и думать-то забыли. Понятно, что помогая детям делать уроки по английскому, это и то подозреваем не вполне успешно. И когда такие достаточно взрослые, зрелые люди приходят к специалистам по преподаванию английского языка и говорят, у меня через полгода планируется стажировка, зарубежная командировка, или к нам приезжают специалисты из других стран, мне надо с ними говорить по-английски, не могли бы вы меня обучить. То, как многие коллеги признаются, в этой ситуации у них возникает некоторый ступор, потому что, собственно, как же с ними работать, ведь разговор пойдет на узкопрофессиональные темы, а преподаватель английского языка универсалом быть не может. И здесь нас выручают вот такого рода пособия, потому что, во-первых, они состоят из трех частей, и если вы увидите, вот здесь поближе поднесу к камере, как они построены, вы видите здесь три части, так вот эти три кусочка, это три разных уровня владения английским языком. Как всегда, А1, А2 и Б1, как всегда в серии Корея Павс. Итак, вопрос уровня для нас уже решен. Начинаем мы заниматься на уровне начальном, и даже если человек говорит, вы знаете, я практически английский язык забыл полностью, или еще, может, такое быть, не учил его никогда, какой-то другой учил в школе язык или в ВУЗе, то тогда наша задача существенно обращается. Сначала мы даем ему стартовый уровень, доводя его по возможности быстро до уровня А1, а потом с этого уровня А1 уже переходим в учебник из серии Корея Павс, где начало, собственно, и прописано достаточно просто. Что там может быть? Там может быть все, что нужно представителям той профессии, кто к вам обратился. Сегодня мы говорим про agriculture, а вообще-то там могут быть врачи, психологи, косметологи, няни, представители нефтегазовых комплексов, кто угодно. Очень много профессий получили прекрасную возможность учить английский язык с помощью вот таких пособий. Про что может быть учебник? Например, про воду. Понятно, что без воды никакого сельского хозяйства не бывает. Что нам здесь предлагают? Нам здесь предлагают разобраться как бы по-английски. Засуха. Что значит выпадение осадков? Не просто дождь, rain, а rainfall. Выпадение осадков. То есть сразу же лексика дается узкопрофессиональная, та, которая нужна человеку. Это очень важный момент, потому что все взрослые очень торопятся. Времени у них мало. Задачи, которые перед ними поставлены, надо решать быстро. Поэтому они бы и рады поговорить с нами про голы, про тире, и про дождик во дворе, и про шекспира, и про стихи, и про празднование Нового года. Может быть, и поговорят потом, когда мы поможем им решить основную профессиональную задачу. Но все-таки они приходят к нам за тем, чтобы мы помогли им решить прежде всего те задачи, которые стоят перед ними в области их профессиональной жизни. Поэтому, конечно, будем решать именно их. Что еще здесь есть? Как всегда, в серии учебников Корея ПАВС мы видим, что учебник разбит на темы и на микротемы. Каждый разворот – это определенная микротема. Вот, например, этот разворот посвящен воде. И здесь всегда система упражнений, материалы одна и та же. Сначала мы вводим новые слова, чаще всего с помощью диаграмм. Авторы учебника стараются предсказывать профессиональный контекст, которым эта лексика будет необходима. Поэтому среди авторов текста и авторов самого учебного комплекса, кроме преподавателя английского языка, обязательно специалист по выбранной профессиональной области. Это тоже очень важно. То есть здесь нет места нашим каким-то фантазиям и домслам, как мы думаем это может быть. Здесь мы должны работать на профессиональном уровне. И профессионал-соавтор такой учебной программы нам в этом помогает. Нам предлагают прочитать текст, вы видите, он небольшой, очень простенький. Предлагают прослушать его на аудио, это тоже очень хорошо, потому что большой проблемой в создании наших учебников в российских вузах является отсутствие аудиоматериалов. Найти какой-то материал в интернете и как-то его постараться адаптировать к нужным нашим учебникам мы еще в состоянии. А вот найти к нему аудиосопровождение сложнее, потому что аудиосопровождение будет уже не адаптированное. И здесь возникает большая проблема, потому что наши студенты с таким аудиоматериалом могут просто не справиться. Здесь авторы, конечно, помогают нам эту проблему решить. Не выбирая для нас простые тексты, они дают к нему простую уже озвучку, но мы уже учимся воспринимать иностранный язык на слух, за что, конечно, авторам большое спасибо. Если вы посмотрите внимательно на тексты в этом учебнике, вы увидите, что некоторые слова выделены черным шрифтом. Это популярная в наши времена так называемая vocabulary stone technique, техника вокаллярного штурма, когда мы не просто показываем те слова, которые надо заучить и которые считаем нужными, но и предлагаем сначала попробовать расшифровать это слово из контекста, а потом, конечно же, обязательно его нужно перевести. Работа с глоссариями. Очень важный компонент работы с ESP, English for Specific Purposes, то есть английским для профессионалов. Авторы составили для нас глоссарии, и, конечно же, вы уже догадались, что все слова, которые вы видите в глоссарии, это те самые слова, которые в текстах выделены жирным шрифтом. И дальше мы это все отрабатываем в системе упражнений. Завершается раздел с заданием на письмо, и очень важный момент, что на каждом из таких разделов, абсолютно на каждом, даже в самых простых, у нас представлены все четыре вида речевой деятельности – аудирование, говорение, чтение и письмо. Что, конечно, очень важно, если мы говорим не просто о сдаче ненавистного экзамена по ненавистному английскому языку, так чтобы больше о нем никогда не вспоминать, что, к сожалению, увы, не поныне у нас существует иногда в вузах, и это, конечно, очень печально. Здесь речь идет о подлинной межкультурной коммуникации на профессиональном уровне. Итак, у меня в руках замечательный учебник. Я часто говорю «замечательный», и каждый раз записывая видеоролик, даю себе слово, что я не буду произносить этого слова, потому что оно уже становится словом-паразитом. Но что делать, если книга действительно замечательная? А замечательная она тем, что состоит из трех уровней сложности. Замечательная она тем, что здесь есть, что послушать, есть, что прочитать, есть, что написать и есть, о чем поговорить. Замечательная она тем, что здесь есть глоссарий, и самое главное замечательная она тем, что она постоянно обновляется. Если вы зайдете сейчас на сайт expresspublishing.co.uk, вы увидите, что многие из знакомых вам пособий уже обновились. Здесь это показывает новая цифровая комбинация SBN. Будьте внимательны, потому что есть учебники первого и второго издания. Обновились они еще вот почему. Приятная новость для всех любителей этой серии, кто уже по ней занимался. Теперь такие пособия дополнены компонентом DigiApps, Digital Application, то есть цифровыми ресурсами, а это значит, что есть задания, которые вы можете выполнять в электронном виде, которые дополняют бумажный компонент. Что, конечно, очень важно и актуально, потому что все мы пользуемся гаджетами, и, конечно, использование того гаджета, которым вы пользуетесь для других целей, для изучения английского языка, это прекрасная идея. Итак, учебник все-таки замечательный. Замечательная ситуация, что мы можем пользоваться такими материалами. Приглашаю вас, как всегда, на наш сайт bookshop247.com, на котором вы можете зайти в раздел «Английский язык» для бизнесменов и профессионалов, найти там пособие, которое будет интересно именно вам. А для тех, кто хотел бы познакомиться поближе именно с этой серией CareerPuff, заходите на сайт издательства expresspublishing.com.uk